И всем привет, ребят, с Мистером Айк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен на обсуждению нашего замечательного танка Фанда, давно у нас не было новостей и сегодня есть информация, которую я бы хотел бы вместе с вами обсудить. Если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно не забывайте нажимать на колокольчик и участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте мой личный тег, тег тимп, дальше выполняйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня вместе с вами мы поговорим о танка Фанде в негативном ключе, как вы знаете у нас уже прошло практически 2 недели со старта нашего танка Фанда и на сегодняшний день он составляет 13 миллионов танкоинов, что является супер-супер маленьким количеством. И сегодня мы обсудим, почему этот танко Фонд является настолько провальным, почему его никто не хочет покупать и почему это будет, наверное, самый маленький танко Фонд, который был за последнее время в нашей игре. Начнем с того, что здесь есть много интересных наград и, как я уже говорил изначально, этот танко Фонд является выгодным и является вкусным. И его стоит приобретать, но только лишь в том случае, если этот танко Фонд наберет хотя бы 35 миллионов, ну а лучше, конечно же, все те самые 45. Ведь получить за 1000 танкоинов скин-контейнер это очень выгодно, но большое количество игроков отлично понимает, что эти цифры могут не набраться. Соответственно, игроки не тратят свои танкоины и не приобретают предметы, потому что они отлично видят те награды, которые есть изначально на первых уровнях. То есть, то, что они могут получить. А могут они получить, например, вот на сегодняшний день 13 миллионов. 3, 6, 9. 9 контейнеров они могут получить, 30 обычных контейнеров, ну и скин на смоке ГТ. То есть, в целом, они не могут получить никакие супер достойные награды, никакие дополнительные устройства и ничего прочего. Также, нужно учитывать тот факт, что в этом танкофонде добавили большое количество бесполезных наград по типу красок, по типу монокрасок. И моя первичная реакция и акцент на этот танкофонд, он реально был позитивный. Да, и я реально считаю до сих пор, что это хороший танкофонд, если брать с точки зрения всех наград. Да, с точки зрения всех наград, которые есть, то есть за 1000 танкоинов получить боевой пропуск, который стоит 700 танкоинов и сверху скин конд, это очень вкусно. Но другой вопрос, сумеем ли мы дойти до этих цифр? Как вы видите сейчас, до этих цифр дойти не удастся, соответственно, эти награды получить невозможно. И, соответственно, тратить такое большое количество танкоинов на приобретение, например, даже за 1000 и получить краски, небольшое количество ультракантов и обычных контейнеров, это крайне-крайне мало. Ведь новых устройств здесь нету на начальных стадиях, есть скин на смоке GT, но скин это дефолт, и все, да, и все. С точки зрения логики и правильной грамотности в этом танкофонде нет правильной цепочки. То есть получить за большие уровни танкофонда краску, которая просто разобрана на спектре анимированном, да, то есть это просто спектр анимированный, который разобрали на, сколько там, 12 красок условно, да, это крайне печально. Плюс, что самое грустное, это то, что вы на определенных уровнях, вот, например, да, есть у нас плюс 1 миллион танкофонда. Для чего эти здесь сделаны танкофонды? То есть изначально как бы, ну, кажется, что это, типа, неплохая тема, да, там, плюс лямчик, но какой смысл от этого лямчика? Ты никакую дополнительную награду для себя не получаешь. Еще более печально, это то, что ты получаешь одну ядерную энергию. Какая ядерная энергия вообще может быть здесь, да, то есть, если вот так вдуматься, ядерная энергия на 31 уровне, на 41 уровне, краска на 42, на 43, то есть, в моем понимании, награды должны идти от начально плохих к большим вкусным, чтобы у каждого игрока была мотивация набирать большее количество миллионов в танкофонде, чтобы получить те самые заветные награды. Но у нас есть, например, 50 миллионов плюс 1 миллион в танкофонд, 49 уровень, моно-яблоко, краска, 48-й плюс слот, 46-й, моно-золотой, 42-й, моно-лазурный, 41-й, ядерная энергия одна, 40-й, еще энергия. То есть, здесь, с точки зрения логики и грамотности, нет ее, да, и поэтому большое количество игроков изначально говорили о том, что это плохой танкофонд, так как, чтобы получить те самые заветные вкусные награды, надо набрать безумно большие цифры, да, а где гарантии, что эти цифры наберутся? Правильно, этих гарантий нету. Но, исходя из предыдущих танкофондов, например, я складывал для себя логическую цепочку, в виде того, что эти награды можно получить и до условных 45 миллионов дойти реально. Но, так же не думает каждый игрок, и не каждый игрок мыслит по такой логике и готов рисковать и верить в то, что эти цифры наберутся. Соответственно, эти все факторы привозят к тому, что на сегодняшний день этот танкофонд является полностью провальным, ведь иметь за две недели в нем 13 миллионов – это крайне маленькая цифра. Крайне маленькая цифра. То есть, если сравнивать эту цифру с теми танкофондами, которые были раньше, то цифра максимально-максимально слабая. Ну и сама идея и логика в виде 50 уровней до конца не раскрывается. То есть, сама идея, возможно, хорошая, но грамотность и подход к этой идее абсолютно неверны. В моем понимании, если уж добавляются такие награды, то награды должны идти от меньшего к большему, чтобы у каждого игрока была мотивация забирать эти самые заветные награды. И, быть может, если бы какой-нибудь боевой пропуск стоял бы не на 35 уровне, а на каком-нибудь там условном 20, и игроки бы понимали, что они уже эти 20 миллионов набирают, уже боевой пропуск получают. То есть, это уже окупеночка срабатывает. То есть, ты мог купить за 700 челлендж, а тут покупаешь за 1000 челлендж, плюс еще сверху получаешь хорошее количество дополнительных наград, скинов, контейнеров. И, в принципе, уже оно того стоит. А когда ты на 13 миллионах видишь, что ты получишь 9 контейнеров, 30 обычных контейнеров и какие-то краски со смакой GT, то какая у тебя будет мотивация покупать этот танкофонд? Правильно, мотивации у тебя не будет. Очень сильно надеюсь на то, что этот танкофонд начнет набирать свои обороты, да, и то, что танкофонд достигнет хотя бы тех самых минимальных наград, чтобы каждый из игроков, кто не имеет большого количества танкоинов, поверил реально в то, что здесь реально забрать хорошие награды, и тогда этот танкофонд может разогнаться и набрать хорошие цифры. Но для этого нужно, чтобы в нашей игре было как можно больше тех игроков, которые уверены в том, что цифры большие могут набраться. Но пока, на сегодняшний день, это абсолютно провальный танкофонд с точки зрения его набора. Ведь 13 миллионов за две недели – это безумно, безумно маленькая цифра. И здесь разработчикам игры нужно задуматься о правильности и грамотности подхода наград к определенным уровням. Потому что добавлять краски, одну ядерную энергию, какие-то миллионы плюс в танкофонд на больших уровнях, плюс слоты – это, с моей точки зрения, очень слабые призы. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам понравился. Если вы согласны с моей точкой зрения, выскажите свою точку зрения в комментариях к этому видеоролику. Ну и давайте постараемся набрать максимальную активность. Поэтому проявите ее, проявите эту активность, если вы со мной согласны. Также обязательно подписывайтесь на этот канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и не забывайте подписываться на тележечку, ссылочка на которую есть в описании, вся информация по стримам, а также весь лайф-контент выходит именно там. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.